Итоги и планы, отчеты и размышления. Губернатор Александр Богомас выступил в Брянской областной думе с докладом о работе правительства области за прошлый год. Работе в непростое время. Время проведения спецопераций, террористических атак со стороны Украины. Поэтому вначале дань памяти погибшим воинам на СВО и простым людям, жертвам теракта в Крокус-Сити-Холле. События 22 марта показали всему миру, что все мы живем в новой исторической реальности. Бесчеловечный террористический акт, совершенный против простых мирных граждан, обнажил истинное зло, с которым сегодня Россия ведет непримиримую борьбу. Сегодня доблестные воины, среди которых и наши земляки проявляют мужество и героизм, выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Многие из них удостоены высоких государственных наград. Но есть и те, кто сложил свою жизнь во имя восстановления исторической справедливости и сохранения мира для будущих поколений. Память о каждом из них будет жить вечно. Прошу почтить память героев, отдавших жизнь за родину, мирных жителей, пострадавших, фактических атак, минуты мовчания. А дальше факты, цифры. И так полтора часа. Каждая сфера разобрана детально. Несмотря на новые вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно, регион продолжает развиваться по всем ключевым направлениям. И как я всегда говорю, что отражением всех достижений являются финансовые показатели. И по финансовым показателям есть чем выделиться. Все же не просто так. В прошлом году Брянская область в очередной раз получила от Минфина звание региона с высоким качеством управления региональными финансами первой степени. Все это благодаря взвешенной финансовой политике, которой мы придерживаемся на протяжении последних лет. Доходы консолидированного бюджета в прошлом году составили 114 миллиардов и 300 миллионов рублей, что на 5,2 миллиарда больше предыдущего года. Собственные доходы поступили в объеме 66 миллиардов 700 миллионов рублей, больше на 10 миллиардов предыдущего 2022 года. Бюджет области по итогам прошлого года исполнен с профицитом в сумме 3,9 миллиардов рублей, которые направлены на текущие расходы на социальное и инфраструктурное развитие региона. Но это сразу, чтобы вам было понятно, это те деньги, которые мы получили в конце года, в ноябре, в декабре. Вот понятно, что их сейчас уже невозможно за 2 месяца ничего не построить, не сделать. И они в этом году направлены на те социальные объекты, на дороги, на социальные объекты, которые мы в этом году будем с вами вместе реализовывать. Объем государственного внутреннего долга по итогам прошлого года составил 14 миллиардов рублей. В его структуре 100% это бюджетные кредиты. Вот я в прошлый раз говорил, это от вас хочу сказать. Когда 10 лет назад мы начинали, с многими, кто здесь сегодня присутствует, у нас было 13 миллиардов кредита. Под процентную ставку 10-12%. То есть мы, по сути дела, полтора миллиарда платили только процентам. Сейчас наши проценты там составляют копейки, потому что 0,1%. И плюс бюджетные там 3%. То есть получается небольшая сумма. И вот за эти деньги, когда мы погасили, и у нас постоянно такая бюджетная политика, мы можем вкладывать в социальную сферу те средства, которые высвобождаются. Через все выступление красной нитью прошла тема жизни нашего региона в условиях СВО. С одной стороны, мы на границе, под постоянными обстрелами, с пристальным вниманием к военным, которые находятся в Брянском приграничье. С другой стороны, несколько тысяч контрактников, мобилизованных и добровольцев отправились из нашей области на защиту русского мира. В регионе остались их семьи, которым нужна помощь и поддержка. Об этом особенно волнительно говорил губернатор Александр Богомаз. Мы оказываем и покупаем и технику, и оборудование, и на границу нашу, и тем, кто находится в зоне специальной военной операции. Но из бюджета Брянской области на все меры поддержки было направлено 8,5 миллиардов рублей. При этом я еще раз хочу напомнить, что у нас регион небогатый. А вот по поддержке мы один из многих субъектов Российской Федерации, где отдельные меры поддержки действовали еще до начала специальной военной операции. Уважаемые депутаты, вместе с вами мы приняли и продолжаем принимать новые меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Мы выплачиваем пособия родителям и вдовам погибших. В настоящее время у нас составляет 45 900 рублей. Но это та средняя заработная плата, которая составила по итогам третьего квартала прошлого года. В этом году мы выплачиваем каждому члену семьи. Матери, отцу, жене. Также из основного бюджета мы выплачиваем 2 миллиона семье погибшей. 16 мая в эфире Брянской губернии пройдет телемарафон «Все для победы». Это будет своего рода итог большой работы по сбору средств фонд во имя Отечества. И аккумулирующую роль в этом процессе сыграл губернатор. Здесь я тоже хочу сказать славу и благодарность. У нас сегодня идет акция. И многие депутаты, которые являются в этом предприятии, они казались примером. Они сказали, и это была их инициатива, чтобы та акция, которая проводилась в рамках федерального всей страны, мы провели в нашей Брянской области. И мы сегодня и Алёхин Игорь Иванович, и Коутонов Николай Викторович, здесь и Долголёв, Жутенков Александр Владимирович, которые перечислили там не по тысяче отработающих, как правило, там в 2-3 раза больше. За что, конечно же, вам огромное спасибо и от меня, и от тех солдат, офицеров, которые несут службу на нашей государственной границе и находятся за ленточкой, выполняя те задачи. Какими бы ни были тяжелыми условия, брянская промышленность продолжает развиваться. Об этом говорят и показатели, и обновление материальной базы на заводах, и буквальное воскрешение старых производств. Ведущий уровень промышленности сегодня принадлежит обрабатывающим производствам 93%. За 2023 год на развитие обрабатывающих отраслей направлено 15 миллиардов 700 миллионов инвестиций в основной капитал, что составило 124% к уровню предыдущего года. Такие показатели стали результатом стабильной работы действующих предприятий и открытия новых. Только за последнее время открыты и действуют 14 новых производств. Так, на промышленной площадке ООО «Новотехрил» в Новозыпкино создано производство по серийному выпуску железнодорожных грузовых вагонов и железнодорожных цистерн для перевозки сжиженных углеродистого газа. Но если мы отойдем назад, три года назад, вы помните, какие здесь были дебаты и в Думе, почему власть ничего не делает? Так вот, власть сделала. И здесь я хочу сказать огромное спасибо нашим северкам, прокуратуре в Брянской области, когда все включились и не дали данное предприятие именно растащить по кускам то, что и хотели. Многие крикунны, чтобы просто побыстрее его раздали, мы отошли в сторону, и проблема была решена. Так, Александр Петрович? Так. Что получили? Вот именно помощь наших правоохранителей, плюс работа с Министерством промышленности, был найден эффективный собственник, и сегодня предприятие по прошлому году выпустило продукцию на миллиард рублей. А годом ранее, когда заработало, 80 миллионов. По агропромышленности мы стабильно занимаем лидирующие позиции. От картофеля до зерновых. Это при том, что Брянская область находится в зоне рискованного земледелия и по плодородию почвы на 60-м месте в России. В прошлом году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 112,3%. Объем продукции почти 160 миллиардов рублей. По этому показателю Брянская область заняла четвертое место в стране. Но если мы посмотрим каждый год, то мы всегда входили в десятку по индексу сельскохозяйственного производства. Если взять 9 лет назад, 10, там было 44 миллиарда, сегодня уже 160. В четыре раза. И мы сегодня по выпуску продукции сельского хозяйства входим в десятку регионов нашей страны. Это что? Не достижение? Это достижение. Экспорт продовольствия за границу по прошлому году составил 144 миллиона долларов США. Мы первые в России по вооруженности рапса, первые в России по вооруженности кукурузы, четвертые в России по вооруженности зерновых. Реализовали самый амбициозный проект по выращиванию мака для нашей пищевой и медицинской промышленности. Сегодня решается вопрос, будет построен современный завод по выпуску всех обезболивающих на территории нашей Брянской области. По половине крупной рогатой скота мы находимся в первом цифре и втором в России. Сегодня у нас выращиваются почти 600 тысяч голов, больше, чем лучшие годы в советской власти. По голове той же свинины мы миллион двести тысяч голов, лучшие годы в советской власти будет пятьсот шестьдесят тысяч голов. Мы по прошлому году, у нас 16,8 миллионов содержится голов птицы, и по прошлому году мы произвели шестьсот шестьдесят шесть тысяч тонн мяса. Лучшие годы советской власти, а все равно нужно сравнивать, производила Брянская область восемьдесят восемь тысяч тонн. И если промышленные успехи видны в отчетах, документах и статистике, то успехи в области инфраструктуры видны наглядно каждому жителю региона. В прошлом году футболистов порадовал Манеж. Для жителей Бежица построили бассейн. Улица Флотская обзавелась детским садом, и это только единичные примеры. Школы, спортивные объекты, больницы, сфера строительства на особом контроле у губернатора. В прошлом году мы строили семьдесят восемь объектов социальной инструктуры. Это школы, объекты здравоохранения, объекты спорта, культуры. Два из них, юридический корпус детской областной больницы и поликлиники на 700 мест в районе Старого аэропорта будут сданы в этом году. Юридический корпус, он сдан сейчас, он должен заработать, а поликлиника в конце этого года. По улице Флотской, в городе Брянске мы сдали детский сад 280 мест, и до 1 сентября будет сдана школа 1225 мест. Район, он перспективен для дальнейшего строительства и наращивания объема. Мы еще строим две школы в районе Старого аэропорта, которая одна будет сдана до конца этого года на 1225 мест, и следующая будет сдана в следующем году. То есть Старый аэропорт мы также полностью закрываем. Мы же строим и за свои деньги, мы строим школу Сураже на 600 мест и пристройку школе номер 13 в городе Брянске. В отрасли спорта введены в эксплуатацию такие ночные объекты, как крытый футбольный манеж для нашей футбольной команды «Динамо Брянска». Плавательный бассейн в Бежице. Продвижается реализация программы строительства спортивных объектов для наших районов, области. В текущем году запланировалось строительство 11 спортивных объектов. Все такие объекты, как Славянский мост, который сегодня соединил все три района города Брянска, это тот проект долгоиграющий, который еще 40 лет назад хотели построить, ничего не получилось. Но мы ее реализовали, и сегодня все вы видите, как стало удобно добираться со второго Брянска на первый, со второго Брянска в советский район, советского района на первый, на второй Брянск. Также у нас большая еще цель, проект сделан, это соединить телецентр с вторым Брянском. Деньги выделены, мы в программе на 26-27 год, но сейчас будем просить, чтобы нам передвинули на следующий год. И вот если мы оттуда еще сделаем эту такую хорту, да, то мы еще больше, мы сможем тогда разрузить город Брянск и центр города Брянска. Как Славянский мост соединяет три района, так и обновленный общественный транспорт соединяет все уголки нашего города. По итогам 23-го года наш регион вошел в топ-20 субъектов общероссийского рейтинга по развитию пассажирских перевозок. За последние 7 лет из областного бюджета направлено 3,5 миллиарда рублей на закупку 695 автобусов для пассажирских предприятий и муниципальных образований, включая междугородный маршрут. Почему я провожу эти данные? Потому что это мы сделали за последние 7 лет. Я вспоминаю 15-й год, когда нам Москва подарила 14 троллейбусов, 14 автобусов 10-летним сроком эксплуатации. И вот если кто-то помнит, сколько было радости на площади Ленина, когда мы вручали эти автобусы, троллейбусы, говорили огромное слово благодарности, спасибо Москве, что они нас услышат. Потому что все предыдущие годы просто не покупал никто транспорт. Его просто никто не покупал на протяжении там всех лет. Мы забываем или не считаем то, что было 2 года назад. Помните, сколько экспертов было в области троллейбусных перевозок о том, что это нереально, это невозможно, линии не соответствуют, станции не соответствуют, троллейбусы никто столько не купит. Мы же их купили. Линии модернизировали, тяговые подстанции заменили. И сегодня у нас в городе Брянске 100 новых троллейбусов курсируют по нашим дорогам и оказывают услуги жителям нашей Брянской области. Большое внимание детям-сиротам. Прошлый год показал, новые смелые проекты позволяют достичь больших успехов в этом направлении. Здесь и строительство домов, и совместная работа дружеских стран, и выдача сертификатов. Я всегда говорил и буду говорить, что есть категории детей, для которых защита и опора являются государством. Это государевы дети, дети-сирот. Лимит бюджетных сигнализаций в прошлом году составил 1 миллиард 162 миллиона рублей. Из них 86 миллионов – это федеральный день, а 1 миллиард 76 миллионов рублей – это наши областные деньги. У нас есть уже позитивные примеры. Это и белорусы, которые построили дом и 15 квартир передали бесплатно. 23 мы закупили по 35 тысяч рублей квадратный метр. Вот они сейчас заходят строить два дома. Мы в прошлом году, мы с вами приняли еще одну программу, согласно которой те дети, которые имеют заработок, имеют семью, имеют средства, чтобы купить самому себе жилье. Это выдача сертификата. Сертификата там 2,3 миллиона рублей, а он добавляет свои деньги или входит в ипотеку и уже покупает себе квартиру двух-трех комнат, в зависимости от того достатка, какой он живет. Строим не только у себя в области, но и в новых регионах. В прошлом году Брянск продолжил помогать восстанавливать подшефную Брянку Луганской Народной Республики. Также хочу сказать огромное свое благодарности и нашим советским организациям, которые оказывают помощь нашим братскому побратиму Брянки Луганской Народной Республики. В прошлом году Брянская область вложила почти 600 миллионов рублей. В прошлом году были капитально отремонтированы работы на 40 объектов, в том числе поликлиника в городе Брянке. В этом году работы продолжаются. Выделено более 600 миллионов рублей на 50 объектов. И я уверен, что все работы будут сделаны в срок и с хорошим качеством. Спорт – залог здоровой нации. Фоки, бассейны и ледовые дворцы. Хоть и весомые, но лишь часть того, что делает правительство для развития будущих поколений. Без тренерского мастерства не достичь спортивных высот. Поэтому для тренеров особые условия от заработной платы до обеспечения жильем. Основное, чтобы эти объекты были обеспечены именно тренерскими кадрами. Поэтому мы с вами и приняли, и подняли заработную плату тренером. И сегодня, буквально неделю назад я на взрывку ее был, приехал тренер команды с Гомеля. Она чемпион Гомеля. Хочет перейти к нам. Знаете, как приятно было? Что не от нас бегут в Гомельскую область, а к нам. И не просто простой тренер, а тренер молодежный. А Гомельская команда – чемпион Белоруссия. Выступали на чемпионатах мира. И бились там достойно. То есть спорт сильно развит. И вот когда едут к нам они, и у нас уже много работает тренеров с Белоруссией. Это, знаете, как бальзам на душу. То, что мы правильно идем и в правильном направлении. Те же меры поддержки и в сфере здравоохранения. И точно так же губернатор подмечает. Новым объектам необходимы и специалисты, и оборудование. Успешно реализуется оригинальная программа по обеспечению жильем медицинских работников. С 2018 года квартиры медицинские наши работники получили 347 квартир. И я вам скажу одно, что мало кто может сказать или похвастаться. Ну и не считая такие там центры, как Москва, Московская область, там Санкт-Петербург. Где бюджеты просто несоизмеримы с нашими. Но мы это делаем вместе с вами. 347 квартир мы выделили. Если возьмем ближайшие регионы, то этого нет. Это опять все познается в сравнении. И на этот год в бюджете заложено 229 миллионов рублей на покупку жилья для медицинских работников. В этом году стартует оригинальная программа социальной поддержки медицинских работников губернаторский миллион. С объемом финансирования из областного бюджета 75 миллионов рублей. Но это ту программу, которую мы с вами запустили. Объем финансирования 75 миллионов рублей. То есть мы уже смотрим, что квартиры выдаем. Это такая долгосрочная перспектива. 10 лет отработала она твоя. А миллион это сегодня. И так мы попробуем завлечь еще больше врачей в наши лечебные учреждения. И если нам будет нужно, то мы выйдем к вам. И если вы видите, что к нам больше идет ванной специалистов, то мы эту программу, конечно же, увеличим. Один час 21 минута выступление губернатора сопровождалось овациями. Первые оценки дали представители Совета Федерации и Государственной Думы. Сенатор Вадим Деньгин отметил, что высокие показатели региона – результат совместной работы и правительства, и жителей области. Это прежде всего диалог и выстраивание коммуникаций с местным самоуправлением, с правительством Брянской области, но и непосредственно, конечно, с депутатским корпусом региональным. Александр Васильевич, вы умеете считать, и поэтому многие финансовые средства в бюджете сохранены и правильно направлены на созидание. Депутат Государственной Думы Артем Туров неоднократно посещал приграничные районы Брянщины и видит наглядно, какая работа проводится в регионе. Наша страна в общем находится сейчас в сложной ситуации. Мы находимся в конфликте с Объединенным Западом. И Брянщина, как и 80 лет назад, стоит на рубежах защиты нашего Отечества. По факту регион находится в прифронтовой зоне. И несмотря на это, мы сейчас видели из тех цифр, которые докладывал губернатор, идет поступательное развитие практически по всем направлениям. Свои оценки дали и руководители фракции в Брянской областной думе. Депутатский корпус поддержал выступление губернатора большинством голосов, в том числе и одним из представителей коммунистической партии. Мы с вами помним, в 2014 год бюджет Брянской области чуть более 40 миллиардов рублей. В 2023 год бюджет Брянской области более 114 миллиардов рублей. При всем при этом собственные доходы выросли на 20%. Неужели это не цифры? Неужели это не показатель? Доклад является полным и понятным. Затрагивает все важные сферы жизни Брянщины. Фракция ЛДПР в Брянской областной думе положительно оценивает работу, проделанную губернатором и правительством Брянской области. Мы с вами не только услышали цифры и показатели работы. Мы все сами своими глазами видели, как строились различные объекты и как выполнялись различные программы. За каждой цифрой стоят конкретные люди и их дела. Есть что обсудить, с чем согласиться и над чем поразмышлять. Своё мнение высказали также общественные деятели и лидеры. Бюджет Брянской области был и остаётся социально ориентированным. И цифра, которая сегодня была озвучена, это почти 60% нашего областного бюджета тратится на социальную сферу. Это очень высокий показатель. Депутат Государственной думы Журавлёв также дал высшую оценку результатам Брянской области. Губернатор держит всё на тотальном контроле и чиновников, и производства, и безопасность нашу. При личном участии и непосредственной поддержке Александра Васильевича региональным отделением Народного фронта был создан благотворительный фонд во имя Отечества. Собрано более 380 миллионов рублей. В ней закупается всё необходимое для укрепления наших границ и поддержки наших ребят, которые сейчас на передовой. Работа по помощи участникам моего действия ведётся. Я бы сказал, даже в хорошем объёме. Огромные соцгарантии они обеспечивают и членам семьи, и детям. Общаясь с коллегами разных уголков нашей страны, хочу сказать, что таких мер поддержки региональных нет ни в одной области нашей страны. Много чего нам приобрели обнаружители дронов, много-много всего. А вот то, что мы видим распаханные поля, дорога, которая идёт полтора километра от границы Суземка-Трубчевск, по которой едут фуры, несмотря на то, что в полутора километра стоят позиции укрон-нацистов, мы как бы за безопасность, но дороги-то есть, и их ремонтируют. Как Александр Васильевич сказал, что и в городе, и в области, чтобы были одинаковые возможности для занятия спортом. То есть спорт развивается, детям есть чем заняться. Недавно прошёл у нас и чемпионат России по самбо, и только вот завершился Кубок России по рукопашному году, где зрители приходили, жители Брянской области вместе с детьми. По сравнению с соседними регионами, отток молодёжи в Брянске вполне контролируем. Молодые семьи мы поддерживаем. Мы поддерживаем молодые семьи в формате денежных выплат федеральных, региональных. Общий вывод, который можно сделать. Первое. Брянская область находится на траектории устойчивого социально-экономического развития. Это характеризует не только устойчивость финансов, но и самое главное, характеризует решение тех целей и задач, которые определены президентом Российской Федерации. За выступлением губернатора следили и в районах области. Поддержку главе региона выразили общественные деятели Новозыпковского округа и Стародуба. Глава региона Александр Богомаз не только сообщил об основных направлениях и результатах работы, но и определил стратегические задачи на ближайшие годы. Очень радует, что наш земляк Александр Васильевич умело расставляет кадры, умело работает с кадрами, умело формирует, его команда формирует бюджет и целенаправленно использует бюджет. Продолжение следует...